Тайвань и Китай. Разгар конфликта. Как отметили День физики? Прорыв в области исследования травм спинного мозга. Я курирую один из наших проектов, посвященный терапии спинальной травмы. Проект у нас называется «Мейромат». Это, по сути, реализация тех разработок доклинических, которые у нас проводятся в Федеральном медико-биологическом агентстве под непосредственным курированием нашего руководителя Вероники Игоревны Скворцовой. Как вы знаете, она доктор-невролог. И в рамках этого проекта мы пытаемся разработать регенеративную и комбинированную технологию терапии спинальной травмы. Выставка Густава Климта. Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», а в студии Елизавета Гадезянова. 18 сентября в зале Попечительского совета Казанского федерального университета стартовала программа по повышению квалификации для глав сельских районов Республики Татарстан. На протяжении пяти дней участники будут получать знания, связанные с современными подходами к управлению сельскими поселениями. Открыл программу встречи первый заместитель премьер-министр Республики Татарстан Рустам Нигматуллин. Далее участники прослушали доклады коллег и обменялись ценным опытом. По словам директора высшей школы государственного и муниципального управления Федерального университета Игоря Привалова, особенностью программы является то, что в ней предусмотрены встречи, дискуссии с первыми лицами отраслевых органов власти. Более 900 у нас муниципальных образований в Республике Татарстан. И каждый год, сегодня мы стартовали, это 10-й год, главы муниципальных образований сельских поселений. На селе, в районах многие вопросы решаются. Да хотя бы мобилизация, в первую очередь это идут в бой и решают насущные вопросы главы сельских поселений. Рекордное количество военной техники Китайской народно-освободительной армии было обнаружено у Таньваньского пролива. Это событие вызвало серьезную тревогу у Таньваньского правительства, так как оно рассматривает армию Китая как потенциальную угрозу для своей территориальной целостности и безопасности. Даже добившись политической и экономической автономии, Тайвань продолжает ощущать неуверенность в своей безопасности из-за наличия обширного вооруженного контингента Китая. За последние 24 часа вооруженные силы островной провинции отследили 103 летательных аппарата Народно-освободительной армии Китая. Об этом 18 сентября сообщило Министерство обороны острова. Ведомости отметили, что 40 патрульных самолетов пересекли так называемую серединную линию Тайваньского пролива, попав в опознавательную зону противовоздушной обороны острова. Количество приблизившейся военной техники стало рекордным показателем за последнее время. В Министерстве обороны Тайваня это назвали серьезным вызовом безопасности в регионе. Перед международным сообществом происходит определенный выбор в том плане, что либо нужно признавать территориальное единство всего Китая, включая Тайвань, либо каким-то образом выделять Тайвань самостоятельный субъект международно-правовых отношений. Появление летательных аппаратов и кораблей Китая вблизи Тайваня может интерпретироваться как демонстрация силы или неявные угрожающие сообщения со стороны Пекина. Этот акт может иметь несколько целей. Во-первых, Китай, возможно, пытается продемонстрировать свою военную мощь и способность контролировать регион. Во-вторых, это может быть средством давления на Тайвань в стремлении достичь единственности Китая. В свою очередь, Народная Республика продолжает придерживаться политики «одна страна, две системы» и рассматривает Тайвань как свою неотъемлемую территорию, что вызывает серьезное недовольство и противостояние со стороны тайваньского населения и правительства. Мы можем констатировать факт определенной военно-политической напряженности, но сказать, что это какая-то исключительная ситуация, наверное, мы не можем, потому что и в более ранние периоды времени китайский флот, китайская авиация, они были в районе Тайваня. Сейчас мы можем говорить лишь о возрастании количества китайских самолетов и кораблей в районе Тайваня. Эта ситуация подчеркивает важность наличия мощных вооруженных сил Тайваня для защиты своей территории и обеспечения безопасности своих граждан. Вооруженные силы «островной провинции» играют ключевую роль в поддержании мира и стабильности в регионе. Они обеспечивают физическую защиту Тайваня и демонстрируют его решимость отстаивать свою автономию и свободу от вмешательства со стороны Китая. В целом, приближение летательных аппаратов и кораблей к Тайваню свидетельствует о напряженных взаимоотношениях между Тайванем и Китаем. Важно, чтобы тайваньское правительство и его союзники продолжали поддерживать и развивать вооруженные силы, чтобы обеспечить безопасность и процветание острова. Кристина Атекина, Универньюз. В научно-клиническом центре Казанского федерального университета прошла рабочая встреча, связанная с обсуждением особенностей нейромодуляции при спинальной травме. О том, как прошла экскурсия в стенах клинического центра, расскажем в следующем сюжете. На базе научно-клинического центра Казанского федерального университета регулярно проводят исследования и разработки в области особенно тяжелых травм, которые на данный момент не поддаются полному лечению. Так, с рабочим визитом в поликлинику прибыли врачи-реабилитологи, в том числе главный реабилитолог Минздрава России и федерального медико-биологического агентства Галина Иванова. Гостям провели экскурсию по больнице и показали новейшее оборудование, которое помогает в реабилитации пациентов с тяжелыми травмами спинного мозга. Также сотрудники больницы смогли наглядно продемонстрировать работу некоторых аппаратов и дать возможность коллегам задать несколько вопросов пациенту, проходящему инновационное лечение в стенах клиники. Эта методика, которая последние годы набирает свою популярность среди различных групп. Но такого сочетания, чтобы в одном месте проводилась и неинвазивная электростимуляция, и инвазивная электростимуляция с полным контролем и диагностических процедур, и имплантация электродов, она в России на данный момент нигде не проводится. Сразу после демонстрации работы аппарата, вырабатывающего электрические импульсы с определенной периодичностью и мощностью, гостей провели в отдельное помещение для реабилитации пациентов с травмами спинного мозга. В специально оборудованном тренажерном зале есть весь необходимый инвентарь для физической адаптации больных, в том числе новейшая аппаратура для анализа движений. Сегодня внимание к этой теме уже касается не только университета в Казани, но гораздо шире. И вот мы приехали из Федерального центра мозга и нейротехнологии Российской Федерации для того, чтобы договориться о совместном проведении подобных исследований, в которых заинтересовано правительство Российской Федерации. Также на встрече присутствовал заместитель генерального директора Федерального центра мозга и нейротехнологий по науке Владимир Баклаушев, который заявил, что подобная встреча будет интересна не только со знакомительной целью, но и поможет в реализации проекта, куратором которого он является. Так как научно-клинический центр Казанского федерального университета обладает необходимым уровнем технического оснащения и достаточной квалификации персонала, чтобы вывести исследование спинного мозга на новый уровень. Я курирую один из наших проектов, посвященный терапии спинальной травмы. Проект у нас называется «Нейромат». Это, по сути, реализация тех разработок доклинических, которые у нас проводятся в Федеральном медико-биологическом агентстве под непосредственным курированием нашего руководителя Вероники Игоревны Скворцовой. Как вы знаете, она доктор-невролог. И в рамках этого проекта мы пытаемся разработать регенеративную и комбинированную технологию терапии спинальной травмы. После обширной экскурсии по больнице коллегами был проведен семинар. Он позволил ознакомиться с работой отделения нейрореабилитации научно-клинического центра Казанского федерального университета и новыми эффективными методами нейромодуляции в реабилитации пациентов с травмами спинного мозга. Елизавета Газизянова, Никита Акиншин, Универньюз. По всей России отметили День физики. В честь этого внутри Института физики при Казанском федеральном университете прошло крупное событие. А что именно там было, расскажет в сюжете моя коллега Валерия Карташова. 18 сентября в Институте физики Казанского федерального университета прошло масштабное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню физики. Физика – одна из фундаментальных наук, стоящая в основе многих дисциплин, связанных с техникой, играющая важную роль в развитии технологий. А потому празднование – неотъемлемая часть жизни всех причастных к этой области. Программа мероприятия была насыщена лекциями от преподавателей Института физики Казанского федерального университета и Московского физико-технического института, лабораторными шоу, ярмаркой специальностей, различными квизами и экспериментами и многим другим. Гости мероприятия ответили на вопрос интеллектуальной викторины и даже провели первую медицинскую помощь роботу с реалистичными жизненными показателями – нано-разработки выпускников факультета. Например, робот, подобно человеку моргает, дышит, двигается, а также имеет пульс. Сегодня радостное событие – День физики. Он отмечается во многих городах сегодня у нас в России. Но в данный момент мы знаем информацию о 20 городах, которые отмечают этот праздник. И, конечно же, этот праздник отмечается у нас в Институте Физики Казанского федерального университета. Прекрасная погода. Очень рад, что пришло столько у нас людей, и взрослых, и детей, и их родителей. Я надеюсь, что всем понравится, все получат свою толику и массу удовольствия. Студенты и выпускники Института физики представили ярмарку профессий, где рассказали участникам о перспективах, сложностях и позитивных моментах направлений и подготовки, ориентированных на сферу физики. Несмотря на масштаб праздника, заблудиться и потеряться было невозможно. Волонтеры стояли прямо у входа, рядом с информацией о специальностях. Там же помогали соориентироваться. Мы рассказываем о наших направлениях, где мы учимся. Каждый студент стоит со своим направлением и рассказывает, отвечает на вопросы школьников, их родителей, что вообще разные вопросы дает по направлениям. Представляю направление радиофизики. Оно состоит из бакалавра, это 4 года обучения, и магистратуры. Особенностью нашего направления является его универсальность. На нем вы, во-первых, получаете хорошие знания в общем по физике, математике и всем точным наукам. А также вы можете после выбора кафедры заняться как проектированием и созданием радиотехнических приборов. У нас есть также направление программирования. В холле зданий участникам была представлена возможность ответить на каверзные вопросы, связанные с физикой и учеными, чьи открытия покорили весь мир. После устных мероприятий все желающие стали частью самых настоящих экспериментов. Например, как правильно выстроить луч у лазера, чтобы световой сигнал достал до нужной точки. Ну, здесь вот несколько экспериментальных аудиторий, и в каждой аудитории свой эксперимент. Детям обрисовывается задача, соответственно, они должны подумать, как эту экспериментальную задачу можно решить. На мероприятии по случаю Всероссийского дня физики побывали, пожалуй, все категории населения. От учеников до учителей, от студентов до преподавателей. От малышей до родителей. Взрослым было особенно интересно послушать научно-популярные лекции. Валерия Карташова, Фарид Захитоглы, Универньюз. Густав Климт – великий австрийский художник, который завоевал сердца людей своими работами. Наш корреспондент отправился на мультимедийную выставку, посвященную автору, и расскажет вам об этом в сюжете. Относительно недавно в Центре цифрового искусства Artplay Media в Казани стартовала выставка о знаменитом австрийском художнике Густаве Климте. Живописец является одним из самых ярких представителей венского модерна, и его картины не теряют популярности по сей день. Арт-пространство представляет собой мультимедийную площадку с просторной комнатой, где люди могут увидеть картины и работы современных авторов. работающих в формате диджитал-творчества. Центр Artplay Media представляет мультимедийные выставки уникального формата с углом обзора 360 градусов. Данный формат позволяет погрузиться в мир чувственных образов, созданных художниками. При этом вот это визуальное восприятие, оно еще усиливается и звуком. Программа выставки предлагает не только изображение известных работ художника, но и звуковое сопровождение, которое включает в себя мелодичные композиции и рассказ о художнике и его становлении. Изначально картины Климта имели небольшую популярность, и художник воспринимался обществом несерьезно. Но к нашему времени знаменитую работу «Поцелуй» узнал весь мир, и ее реплики можно увидеть в квартирах, офисах и других пространствах. Пожалуй, сложно найти человека, который бы не видел произведения на просторах социальных сетей. Вот эта выставка, она как раз позволяет увидеть более 400 картин, собранных вот здесь вот в одном месте в мультимедийном формате. Эта мультимедийная сама выставка рассказывает о творческом пути художника. То есть сначала зритель видит его работы в Вене, когда он был молодым художником. Биография художника наполнена тяжелыми событиями, взлетами и падениями. Например, Густав почти одновременно пережил смерть отца и брата. Горестный творческий кризис нахлынул на Климта стремительно. Помимо этого, Венский университет отрицал его работы и считал их слишком модернистскими. Как и многие великие художники, Густав Климт опередил время и получил признание только после смерти. Помимо выставок о Густаве Климте, в пространстве можно узнать историю Фриды Калла и увидеть своими глазами проекции, посвященные известным авторам. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универньюз. 15 сентября в 195-летие со дня рождения Бутлерова химики Казанского федерального университета посетили малую родину великого ученого. Два автобуса, заполненные студентами, преподавателями и сотрудниками Химического института имени Бутлерова, отправились в Алексеевский район Республики Татарстан. Мероприятие было реализовано при поддержке Министерства культуры Татарстана, Белярдского государственного историко-археологического и природного музея-заповедника. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!